Итак, что за фигня происходит с Ledger? Почему этот чувак разбивает свой кошелёк и выкидывает его в огонь? Поговорим об этом в этом видео прямо сейчас. Итак, всё началось с того, что компания Ledger сделала объявление о своём новом продукте, о своей новой фишке, которая называется Ledger Recover. Что это такое, объясняет их технический директор, давайте послушаем. Привет, я Чарльз Гулмед, технический директор Ledger, и я хотел бы потратить несколько минут вашего времени, рассказав о новом продукте от Ledger. Ledger Recover – это опциональная подписка для тех пользователей, которые хотят закопировать свою секретную фразу. Да так, чтобы уметь восстановить доступ к своему кошельку, когда угодно, где угодно, и даже если они потеряли или сломали свой Ledger, а также не имеют под рукой листочка с фразой. И для некоторых из таких людей это будет очень удобно, а для других это просто будет ненужным. Вы можете продолжить управлять своей фразой восстановления полностью самостоятельно. И вот почему в первую очередь вы купили себе Ledger. Так, стоп, стоп, секундочку, давайте сначала разберёмся вообще, что такое холодный кошелёк. И в чём смысл ситфразы? Холодный кошелёк – это тот, который не подключён к интернету. Никогда ваша ситфраза не покидает устройство. Ваша ситфраза – это в зашифрованном виде ваш приватный ключ, который нужен для того, чтобы подписывать транзакции, чтобы отправлять средства с вашего кошелька на другой. Поэтому очень важно самим хранить ситфразу, потому что самостоятельное хранение приватных ключей – это и есть принцип работы блокчейна, биткоина. То есть это его уникальная фишка, что вы сами храните средства и сами распоряжаетесь ими как хотите, и никто вам не может в этом помешать. Но тут дело серьёзное, понимаете? Компания Ledger решила сделать обновление, которое позволяет сделать бэкап вашей ситфразы, якобы в зашифрованном виде, не покидая приватный чип, и хранить потом на трёхсторонних сервисах. Но что-то это как-то странно. Это противоречит вообще первому правилу о том, что никому не давай свою ситфразу. Давайте послушаем, что сказал их чувак по этому поводу. И это автоматически не подключается никаким обновлением прошивки. Это ваш выбор. Self-Castody – это прежде всего наше основное предложение. И ваша секретная фраза восстановления создаётся на вашем собственном устройстве. У нас нету к ней доступа. Это никогда не поменяется. Мы не идём на компромиссы с безопасностью, и это никогда не поменяется. И если вы решите подписаться, то Ledger Recover зашифрует вашу секретную фразу восстановления, после разобьёт её на три части, и всё это происходит внутри чипа безопасности. Так что ваши приватные ключи никогда не будут в риске. И эти три зашифрованных кусочка будут храниться у трёхсторонних компаний на аппаратных модулях безопасности. И в этом процессе Ledger и наши доверенные провайдеры не имеют никакого доступа к вашей секретной фразе восстановления. Ни у кого нет никакого бэкдора, ни у нас, ни у провайдеров, и даже у крайне одарённых хакеров, чтобы туда залезть. И по отдельности эти зашифрованные кусочки совершенно бесполезны. А когда вы захотите восстановить свои ключи, то две из трёх этих компаний обратно отправят эти кусочки на ваш Ledger, который сможет перевосстановить обратно вашу секретную фразу и снова обеспечить доступ к вашему кошельку. И расшифровка может произойти только на чипе безопасности Ledger. После проверки вашей идентификации. Расчленение, зашифровка и расшифровка происходят только на вашем Ledger. И никого не выкликает этот процесс, кроме вас. Никто ни в самом Ledger, ни за пределами Ledger никогда не имеет к этому доступа. Так в чём же в итоге проблема? Всё звучит классно и выглядит как новая крутая фишка. При этом опциональная. Для особо отдалённых товарищей может быть и полезная опция. Но почему все так взбесились? Кто-то на Reddit задал Ledger прямой вопрос, есть ли бэкдор, да или нет. На что официальный ответ от Ledger был бы очень кстати. Так как в противном случае передача трёх частей вашей ситфразы трём кастодиальным хранителям противоречит правилу номер один. Никогда не вбивайте вашу ситфразу подключённому устройству. И это молчание, а также то, как работает это восстановление, стало худшим ответом. Клиенты ценят прозрачность. Что также значит, призыв к владельцам криптовалют никогда не вводить вашу ситфразу ни в интернете, никогда не вводить вашу ситфразу в подключённые устройства. Это конкретно относится к холодным кошелькам. Горячие кошельки – другой вопрос. Но для холодных кошельков не это ли является самым главным правилом номер один? На что совладелец Ledger ответил «Ваше устройство отправляется за шифрованные части вашей ситфразы в разные компании, если вы решите использовать сервис. И, конечно, вы можете решить сохранить бэкап самостоятельно». На что другой пользователь Redditor написал следующее «В прошлом доверие проприетарному элементу безопасности выполнять его работу было единственной опасностью, которая удерживала эту компанию на плаву. И теперь его нет. И вот почему из-за происходящей ситуации пользователи Ledger чувствуют себя обманутыми. Это опция, вы не обязаны её использовать. И это запутывает. Аппаратный кошелёк должен иметь аппаратное хранилище, внутри которого приватные ключи никогда не покидают устройства, ни при каких условиях. А теперь они открыли API для этого хранилища, чтобы отправлять зашифрованные кусочки третьим лицам в интернете. Напомню, ранее у Ledger произошёл взлом, который привёл к утечке списка имён и адресов клиентов. Ledger призывает своих клиентов носить свои аппаратные кошельки как драгоценности. И Ledger может всегда образовать утечку ваших приватных ключей из этого хранилища с будущими обновлениями прошивки. В общем, вот такая вот фигня, ребята. Честно говоря, если хотите моё мнение, я не думаю, что какие-то серьёзные проблемы у Ledger. Я думаю, что надо сказать браво маркетологам, и про них сейчас столько шумихи будет в связи с этим бэкдором, так называемым, которым даже ещё нету, не подтвердили. А опция, я думаю, вполне себе полезная будет для тех людей, кто действительно может, ну, кто не привык ещё, кто не понимает, как работает блокчейн и криптография, и может реально потерять свою сетфразу, и таких случаев много, или скомпрометировать её. Поэтому ему, возможно, и удобно. Другой вопрос, что это как бы KYC сразу же появляется, видимо, по Face ID или по паспорту, и как бы это тоже противоречит принципам децентрализации и приватности. То есть никто не должен знать, чей его кошелёк, кому он принадлежит. А тут уже как бы всё понятно, как говорится. Но тем не менее, я считаю, что опасаться ничего не стоит тем, у кого уже есть Ledger. Обновляться не обязательно и подключать эту функцию. Ссылка на Ledger есть, кстати, в описании. Можно заказать, у них вышел новый офигенный девайс Ledger Stacks. Это кошелёк с тачскрином в виде типа как электронная книжка. Очень удобный, не надо больше вбивать с помощью этих кнопок бесконечно в адреса и фразы. Можно теперь пользоваться как нормальным кошельком. Так что, если что, заказывайте по ссылке из описания. Это не реклама, это просто респект компании Ledger. Я сам использую их кошельки. И я думаю, что всё у них будет отлично. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, было полезно всем профитролей. Добавляйтесь к нам обязательно в Telegram и ставьте лайк, если вы интересуетесь криптой. И до следующей встречи. Пока.